А это должно быть любопытно. Здоровки, Амиго, погнали посмотрим видосчик. Для большинства людей одна букашка — это противно. А если их целая орда, то это настоящий кошмар. А теперь представьте, что они разумные и пытаются вас сожрать. А то и чего хуже. Сегодня мы рассмотрим различные виды роя, насекомоподобных чудовищ и то, как они появились в массовой культуре. Вы узнаете, кто стал прообразом зергов Старкрафта и тиранидов Вархаммера, как насекомые связаны с демонами и многое другое. Но сначала... Это неприлично! Негигиенично! Страх перед насекомыми является практически первобытным, особенно если они сбиваются в большие группы. Обычно рой комаров или мошек вызывал беспокойство и раздражение, но если вы потревожили гнездо диких пчел и леоз, то оставалось только уносить ноги от гнева тучи летающих жал. Это рой педрил! А теперь самая мякотка. Гигантская, живая туча саранчи, вызывавшая панику у целых поселений. Ведь люди знали, что впереди их ждал голод из-за пожранного насекомыми урожая и посевов. Одно из самых ранних появлений роя в западной культуре находится в Библии, а именно 10 казней египетских. Казалось бы, такая катастрофа должна описываться целыми разворотами страниц, но... В самом священном писании об этом буквально несколько строчек. Казнь третья. И явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Казнь четвертая. Налетело множество пёсьих мух в дом фараонов и в домы рабов его, и на всю землю египетскую погибала земля от пёсьих мух. Казнь восьмая. И простёр Моисей жезл свой на землю египетскую. И Господь навёл на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер принёс саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую. И легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи. И после сего не будет такой. Она покрыла лице всей земли, так что земли не было видно. И поела всю траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от града. И не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле египетской. Как видите... Вот умели бы делать консервы в то время. И еда была бы. Ещё в те времена люди боялись скопищ насекомых. Поэтому неудивительно, что в дальнейшем их демонизировали. Можно, например, вспомнить парочку знаменитых примеров. Первый — это многим известный повелитель мух Вильзевул, коим древние иудеи обозвали филистимского бога Баал-Хадада. О нём у меня есть соответствующее видео, и подробности о нём тут будут лишние. Вот то сучара мне мух насылает в хату. В Ветхом Завете он был единственным демоном, связанным с насекомыми. Однако в новом каноне к нему присоединился Абаддон как царь Саранчи, и слуги его описывались воистину ужасающими. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. И на головах у ней были как бы венцы, похожие на золотые. Лица же её, как лица человеческие. И волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. Вон и рассетка рисуют. На ней были брони железные, а шум от крыльев её, как стук от колесниц, когда множество коней бегут на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах её были жало. Власть же её была, вредить людям пять месяцев. Царём над собой... Ну, знаете, против Саранчи всегда существовал интересный момент. Это огонь. Огонь, огнемёты. Но опять же, те времена, как говорится, такого ещё не было, но потом... Саранчи как только не боролись. У имела она ангела бездны. Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Апполион. Вот и выходит, что орду насекомых как нечто зловящее и демоническое знают довольно давно. А в будущем даже скрестят чертей и инсектоидов. Но об этом чуть позже. А сейчас прыгнем аж сразу в 20-й век. Не удивляйтесь такому таймскипу. За всё время чудовищный рой не упоминался от слова совсем, в отличие от отдельных насекомых. Однако в 1959 году идея концепции Роя полностью изменилась и приняла новый вид и новые каналы. А, про врата там фильм. Именно тогда вышел один из самых влиятельных романов в жанре научной фантастики «Звёздный десант» Роберта Хайнлайна. Он подарил нашему миру арахнидов, расу разумных космических жуков. И забудьте всё, что было в фильме. Жуки Хайнлайна — это не орда несущихся на смерть чудовищ, а полноценно разумная и технологически развитая раса. С полноценным обмундированием, вооружением и военным космическим, мать его, флотом. Но кое-что от насекомых осталось неизменным. Их иерархия. Стандартные королевы, воины, рабочие, разве что к ним добавили мозговых жуков. Но не как пожирателей мозгов, а как эдаких стратегов и учёных. Сам роман «Звёздный десант» является больше пропагандой милитаризма. Но сама идея запихнуть жуков в космос на тот момент считалась довольно смелой. И многие идеи Хайнлайна в будущем реализовались в том же Вархаммере 40 тысяч и Старкрафте. Но если бы не одна следующая франшиза, то ни Ваха, ни Старкрафт не были бы такими, как сейчас. А именно, чужие. Да, они не инсектоиды, но влияние на космическую саранчу оказали немалое. Во-первых, это процесс размножения. У ксеноморфов он происходит по типу некоторых насекомых, вроде оснаездников, за счёт паразитирования на других организмах. Но вы знаете, лицехват вырывается из яйца и прыгает на жертву, внедряет эмбрион, в теле мелкий развивается и вырастает в грудоломо, и делает... Я родился. Эта сцена многих тогда впечатлила, и даже сейчас можно встретить отсылки на неё. Во-вторых, Блин, надо посмотреть франшизу Чужого. Я для себя её отложил. У меня есть она, она лежит. Я всё думал как-нибудь начать проникнуться, потому что мелкий мне не особо понимал эту франшизу. Во-вторых, в сиквеле Чужие превратились в типичных космических тараканов. В фильме был показан процесс создания яиц, возложенной уже на королеву, а также появилось деление на воинов и рабочих. С развитием франшизы Королева стала не только инкубатором для яиц, но и весьма могучей боевой единицей. Как, например, в фильме Чужой против Хищника. Она стала самой главной угрозой после отсоединения от Брюса. Ну и в-третьих, ассимиляция и гибридизация. Это показали в третьем фильме. Характеристики будущего Чужого теперь зависят от жертвы. Лицехват заразил собаку и итоговая Чухуахуа стала гладкой, быстрой и почти всё время проводила на четвереньках. Конечно, можно было бы поговорить и про другие моменты вселенной, например, Пределиан из спин-оффа с Хищником или гибридоксиноморфа с Крикодилом, но в эти дебри мы не полезем. У того же Джей Гика и так о них куча роликов. И вот, мы подошли к настоящим царям жанра Роя. Первыми рассмотрим зергов. В отличие от других фракций Старкрафта, они используют живые организмы во всех своих сферах деятельности, начиная от солдат и заканчивая космическими кораблями. Также они отличаются контролируемой эволюцией. Например, вырастить зерглингом крылья для увеличения скорости передвижения или изменить иглы гидролизков на полы и внутри для увеличения дальности их полета. Настоящий биопанк в открытом космосе. Также зерги занимаются ассимиляцией посредством заражения других видов особым вирусом для создания новых юнитов и их улучшения. К тому же, зерги добавили такое направление, как зомби-рой. Почти что все попытки заразить людей приводили к созданию мутантов, действующих по воле жукисов, хотя при этом все еще осознающих свои действия. Однако сама раса зергов в начале своего пути даже и не была роем. Это были необычные существа, поглощающие генетическую информацию других для улучшения себя. По этой причине их избрали местные высшие существа Зелнага, чтобы те стали частью их бесконечного цикла. Но один из древних, Амун, захотел закончить этот цикл страданий и в итоге превратил большую часть изначальных зергов в послушных для себя рабов зергов Роя. Ну а дальше уже идет сюжет обеих частей Старкрафта, где зерги уже полноценно выступают как рой космических тараканов. Теперь перейдем к тиранидам. Во вселенной Вархаммера 40 тысяч, они являются расой инопланетных захватчиков, прилетевших аж из дру... Говно, сука, собачье, ненавижу тиранидов. ...гой галактики. Они завоевывают планету с целью сбора всей биомассы. Причем, тираниды собирают вообще все. Буквально, космическая... После них планета уже просто не жизнеспособная. Все, это... просто... Причем, тираниды собирают вообще все. Буквально, космическая, вечно голодная саранча. Даже микроорганизмов не остается. Ну что, узнали себя в 3 часа ночи? Вы хотите кушать? А теперь к особенностям. Адаптация и эволюция происходят у них тоже по принципу собираем ДНК с жертв и усиливаем, что есть. Однако, ассимиляция у них проявляется вместе с паразитизмом. Особый вид тиранидов, генокрады, занимаются внедрением на планеты и постепенно начинают размножаться за счет местного населения. Они заражают жителей, из-за чего их потомство с каждым поколением начинают все больше походить на обычных людей, пока в один момент не рождаются чистые. Также в этом процессе начинает формироваться тайный культ, занимающийся ослаблением планеты в ожидании прибытия основного флота. В мире саракатоника рядом с тиранидами тяжко приходится даже демонам из-за особой тени в варпе. Собираясь в больших количествах, ползучие гады могут блокировать любую связь с варпом. Из-за этого даже не получается отправить сообщение о нападении. А вот с лором у тиранидов не густо. Ни истории их происхождения, ни кто ими управляет, ни их итоговой цели. Особенно, учитывая, что в различных редакциях сам черт ногу сломит. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ты просто смешно смотрел, мисс! Что ты сделаешь с огромным орком, как я? Итак, что мы имеем? Арахнидов книжного звездного десанта как зачаток жанра космических жуков и золотой стандарт из фильма плюс более прогрессивных зергов и тиранидов. К тому же последние внесли много чего нового. Первое. Так называемый зерграш. Да, хоть это уже больше результат Старкрафта как игры, но тактика давления мясом или Ордой Чудовищ назвали часть зергов. Второе. Связь с главой Улья. Само по себе это появилось еще в фильме Звездный десант с его мозговыми жуками, но зерги и тираниды вжали педаль в пол. То есть существует нечто, способное полностью управлять всей колонией. В случае Вахи это разум Улья. А у Старика Сверхразум Саракэриган или Амун. И их контроль настолько важен для нормального существования Роя, что без него особи одичают и готовы атаковать кого угодно, даже друг друга. Третье. В связи с коллективным разумом появилась возможность возрождения уникальных особей. Например, Тараск из первого Старкрафта возрождался после каждой смерти и становился все сильнее. Или Повелители Роя из Вархаммера, которые извлекают опыт из любой своей битвы, даже в которой они погибли. Четвертое. Корабли тоже жуки. В отличие от книги «Звездный десант», где арахниды путешествуют на высокотехнологичных космических кораблях, и фильма, где они дрейфуют по космосу за счет спор, зерги и тираниды уже используют специальные организмы. Ну, в некоторых случаях есть корабли, корабли десантов, на которых в принципе захваченные тиранидами, как захваченные, просто на этом корабле находится определенное количество роя. И эти корабли в космосе буквально плавают. Они-то и занимаются перевозкой роя между планетами. И если понадобится, даже принимают участие в космических баталиях. А так вы с Васей родились в одном инкубаторе, но ты вырос простым работягой, а он космическим кораблем. Как видите, концепция космических жуков получила нехилое такое развитие после «Звездного десанта» и даже разошлась на несколько направлений. Но в этом видео мы поговорим конкретно о тех, кто подобны насекомым. За дополнительным материалом я попрошу пройти на Бусти и в Телеграм заглядывайте. Там я выкладываю различные мемасики, мысли, новости и анонсы. Но вернемся к Рою. Итак, начнем с классики. На тех, кто похож на арахнидов из фильма «Звездный десант». Вспомнят недавний Хеллдайверс 2 и его Терминидов, что совсем неудивительно. Сама игра по себе тот еще оммаш на фильм Пола Верховена. Разве что причина войны отличается. В десанте жуки напали на людей, а в Хеллдайверах наоборот, люди на жуков. И что самое забавное, сначала между людьми и терминидами все было хорошо, но потом гадкие человеки узнали, что из жукисов можно делать топливо для гиперпрыжков по космосу. название элемента 710 играет на эту тему. Если его перевернуть, то получится английское слово oil, что означает топливо или нефть. Вот она, демократия с запахом напалмов по утрам. Но не только люди добывают ресурсы на чужих планетах, выкачивая оттуда все ресурсы, попутно выжигая все живое. Хоть я и эльф, но такая игра как Deep Rock Galactic, скажем так, она веселая. И местные жуки постоянно пытаются мешать игрокам дворфам делать диги-диги холл, из-за чего ползучую пакость приходится отстреливать. И не без проблем, так как рой состоит не только из условных жучков-паучков размером собаку. Среди них есть виды летающие, роющие, плюющие, самовзрывающиеся и разумеется настоящие колоссы-дредноуты. Однако от некоторых жуков даже и польза есть. К примеру, сборщики, из которых можно добыть ресурсов или задания с условием добычи яиц. Я не знаю, для чего они нужны дворфам. Наверное, для нового сорта пива. Блин, а ведь и правда. В настойке МакТэр... Ну, в этой игре самая главная база, не забывать, что ты играешь за дворфа. И накатывать за каждый вылазка это база. Не указаны ингредиенты. Не спрашивай, говорили они. Просто пей, говорили они. А потом... Тем временем у азиотов было свое видение на специфичных насекомых. Например, можно вспомнить колонию муравьев химер из аниме и манги Hunter x Hunter. Блин, ну да, есть такое. Я, кстати, с самого начала ролика подумал о Hunter x Hunter, потому что там очень офигенный пример был с тем, как колония эволюционировала и создала совершенное существо. Интересные взгляды и философию развили как раз-таки в Hunter x Hunter с этой темой. Как и золотой стандарт, эти существа способны ассимилировать других. Поначалу это происходило наследственным путем, то есть королевы пожирают существо или даже нескольких и их сильные черты будут переданы новому поколению муравьев. Иногда даже переходят воспоминания, особенно в случаях поедания разумных существ. Это объяснили тем, что души людей перерождаются в телах химер. Коллективного разума у них нет, но каждая особь мысленно слышит своего сородича и беспрекословно подчиняется монарху, а с каждым новым поколением увеличивается разум, уникальные способности и своеволие. Особенно это стало видно, когда у королевы появился на свет лучший плод ее творения король муравьев-химер. Им стал Меруэм. Его рождение приводит колонию к расколу. Одни особи стали себе на уме и начали локально терроризировать людей, другие присоединились к охотникам в поисках защиты от тирана, а третьи вместе с королем перешли к полноценной экспансии и завоеванию территории людей. Несмотря на то, что Меруэм прожил всего 40 дней, практически неуязвимый и всемогущий король муравьев успел навести таких бед со своей колонией, что даже те же зерги ухмыльнувшись сказали бы «Ай, молодца!» Ведь муравьихи меры берут не количеством, а качеством. Но спойлерить я не буду, смотрите сериал сами. Арка с муравьями-химерами невероятно увлекательная. Рекомендую лично, а мы идем дальше. Эта арка буквально очень сильная. Серьезно. Я тоже рекомендую всецело. Еще одним примером послужит Рой из игры Ханкай Старрэйл. Даже в этой гачи-драчильни существует космическая раса так называемых жало-жуков. Когда-то они были могучими захватчиками практически на уровне тех же зергов и тиранидов, но против них объединились местные боги и вытравили заразу на задворке галактики. В результате их последний король Тайзеронд в своем одиночестве настолько преисполнился, что сам возвысился до статуса божества. Учитывая, что это азиатская игра, такой мув абсолютно неудивителен. У них богом может стать каждый. Короче, Жучара начал делиться и восстанавливать численность роя, тем самым вновь став угрозой для галактики. Но его смогли остановить и на момент событий игры рой жало-жуков по большей части разбросан по космосу без своего владыки и чаще всего встречается в проекте виртуальной вселенной. Ну а если без всей этой лорной шелухи, то в самой игре эти вредные жуки очень любят налетать всей стаей, самокопироваться и эволюционировать на поле боя. Это митос, они так размножаются. А секс? На секс нет времени. И кстати про эволюцию. Наверняка многие смотрели одноименный фильм и помнят тамошних пришельцев. Особенно их ускоренную способность к адаптации и эволюции. А теперь Олды плюс в чат. У фильма есть мультсериал продолжения, о котором знают не только лишь все. В нем пришельцам дали имя Генос и они стали еще больше приспособлены к изменению окружающей среды под свои нужды. Зерги передают привет. И между прочим у косможуков с Геносами очень много общего. Например возможность за несколько часов мутировать из червяка в динозавра и прочих различных существ. При этом не важно животное это или растение. Коллективного разума как такового у них нет, но возможность возрождения некоторых особей есть. Лидер и эволюционная вершина Геносов Скоупс каждый раз возвращается после своих поражений. Механизм такого возрождения не объяснили, но главных героев он узнал про фильм тоже только слышал чатик аналогично про мульт я впервые слышу что мульт вообще был его кто-то блять смотрел этот мульт можно только предположить что это какая-нибудь псевдонаучная генетическая память. Также Геносы на клеточной стадии могут ассимилировать людей и животных. В одном из эпизодов клетки пришельцев попали внутрь местных жителей через воду и те мутировали в различных кракозябр. Казалось бы Ганс не си огнемет но против геносов не сработает даже экстерминатус. При повышении температуры тела клетки геносов начинают столь бурно делиться что происходит эволюционный скачок и становится только хуже. Зато против них работает шампунь жумай сынба жумай сынба скажи геносу Кузьми Курбит Булэк сынба Из той же один из эпизодов экстремальных охотников за привидениями. Еще один из нечастых случаев когда во главе Роя не королева а король да еще люди в черном вспомни слушай тоже король местный повелитель Роя это Кахила некий древний южноамериканский демон скорее всего выдуманный авторами мультсериала он повелевает своим Роям маленьких кукарач с человеческими лицами ползущими буквально из всех щелей О отсылка на чужого И как обычно его не уничтожили а запечатали ради сюжета Так он бы и оставался дремлющим злом пока его место заключения не перекочевало в музей где неудачная попытка своровать артефакт привела к пробуждению демона И вот он решил отправиться на завоевание мира но для этого ему нужна была королева В поисках потенциальной жертвы он принял человеческий облик и ему даже удалось найти себе королеву в виде Жанин Да что уж там он практически превратил ее в насекомоподобную Вот только Жанин все еще имела человеческие чувства тем самым застав жучару врасплох и затянула его в ловушку вместе со всем Роем Что удивительно демонические роящиеся жуки встречаются не так уж редко Привет Библии у нас к примеру может передать тот же Патфайндер Да, в настольно ролевых играх особенно на фэнтези тематику частенько могут фигурировать как жуки разных форм и размеров так и каждый из них может иметь свой роль Но сегодня нас интересует такой демон лорд как Дескари Повелитель заражения и саранчи а также виновник появления так называемой мировой язвы уничтожившей целую страну и ставшей очагом демонического нашествия Собственно этому посвящено приключение Гнев Праведных по мотивам которого All Cat Studio сделали одноименную компьютерную игру где он является главным антагонистом а нам как игрокам представляется возможность не только узреть этого лорда воочию но и начистить ему морду причем насмерть При этом герой сам может следовать по пути Роя при совершении определенных действий так подожди я еще раз как игра называется вот это любопытно надо ее почекать надо посмотреть любопытная игра подожди теперь мне стало действительно любопытно в ролевых играх особенно на фэнтези тематику частенько могут фигурировать как жуки разных форм и размеров так и каждый из них может иметь свой роль но сегодня нас интересует такой демон лорд как Дескари повелитель зараж так и подожди еще раз где игра и превратил ее в насекомоподобную вот только Жанин все еще имела человеческие чувства тем самым привет библии демонические роящиеся жуки встречаются не так уж редко привет библии у нас к примеру может передать тот же подфайндер а на файлевых играх особенно а ну и в чате вот подфайндер написали все но так для себя заметочку при этом герой сам может следовать по пути роя при совершении определенных действий вокруг него начинает летать туча насекомых он теряет всех своих спутников но обретает силу создавать клонов из своего роя ну и прочие мелочи вроде поглощения фанатиков культистов и всего сущего на своем пути но от одних демонических сикарашек перейдем к другим подобные создания представлены в манге берсерк многие это произведение знают по мемам где мужик ищет свое счастье или всратую версию 2016 года так вот в этой вселенной существует немало демонических созданий и апостолов напоминающих насекомых и по манге сразу после арки многим известного и изрядно задолбавшего золотого века герои сталкиваются с пиркафами они же эльфы туманной долины эти насекомоподобные демоны напоминают рой шершней скрещенной с маленькими эльфами и каждый из них является порождением апостола бабочки розины они питаются плотью живых существ налетая целой тучей на крупно рогатый скот и других зверей за счет своей силы рой способен легко проникать в помещение прорезая как плоть так и древесину будто это летающий рой пираний или термитов размножаются они за счет человеческих детей их похищают и усыпляют помещая в кокон созданный королевой и со временем дети принимают облик псевдо эльфов становясь частью роя их интеллект после трансформации особо не меняются они следуют базовым инстинктам и подчиняются приказам королевы тактика боя и охоты примитивная налететь и сожрать все что видят но к счастью перкафы достаточно хрупкие и поодиночке их способен одолеть даже подросток также рой уязвим к огню так что гац неся огнемет однако даже он не спасет от королевы розины девочки подростки ставшие апостолом чей внешний вид стал напоминать бабочку павлиноглазку артемиду уже эта королева может дать не иллюзорных пиздюлей не хуже керриган или матки чужих так как она обладает огромной скоростью маневренностью и повышенными рефлексами и это еще не ее финальная форма впрочем я что-то увлекся если интересно почитайте сами но не только берсерк может удивить причудливым роем злобных феечек как насчет маль литл пони образ местных чейнджлингов был основан на феях подменышах и добавлю что еще два века назад сказочный народец представляли весьма зловредными и уродливыми по моему про подменышей надо отдельно делать видеоролик подменыши это немножко другое это более глубокая тема так вот чейнджлинги млп представляют собой полупони полунасекомых внешне они тощие от тела и конечностей пронизаны дырами покрыты чейнджлинги хитином и имеют пару полупрозрачных крыльев напоминающие оные у насекомых суть существования роя чейнджлингов заключается в поглощении энергии любви других живых существ их рой атакует в основном из засады будучи замаскированными при захвате территории они занимаются терраформированием наподобие каких-нибудь зергов и создают улей и коконы так же как и предыдущие примеры чейнджлинги слушаются и во всем подчиняются королеве крисалис чье имя между прочим отсылка на хризалиду или кокону бабочек однако такая пони бабочка очень жестокая даже к своим сородичам обычно рой не оспаривает авторитет монарха но и тут есть свои исключения например трутень по имени торакс занявший место главы так заказ на прощай ныло учитель состав заказа 2 и 3 сезон по 13 серию нылого учителя ово 5 серий спешл 1 серия видео рэп клип а так же видео с разбором финала манги чего чего один спешл видео рэп клипа а так же видео с разбором финала и манги господи что ты там на навер тел примерно такая же история со сменой монарха у империи кластеров из жизни робота подростка сераса это роботизированные существа выглядящие как жуки даже с типичной иерархией улья где главой выступает королева вексус на протяжении большей части мультсериала она пытается захватить землю с помощью своей армии но в двусерийнике побег из империи кластер вексус теряет свой титул королевы посему в дальнейших своих появлениях работает в одиночку и вот тут всплывает два факта первый роботы в каком-то смысле отпочковались как отдельный вид роя об этом я более подробно расскажу на своем бусте так как полноценными насекомыми они не являются второй факт касается нынешней темы довольно редко увидишь ситуацию когда собственный рой убивает или сменяет свою королеву а ведь в реальных ульях у пчел муравьев и термитов королевы являются скорее репродуктивным есть есть нюанс есть нюанс например у тех же муравьев я этого уже узнал потом есть такой прикол подмены подмена королевы либо бывает борьба когда две самки бьются за титул королевы но есть также и королева которая подмены убивает другую королеву и начинает плодить свой рой а работяк используют для того чтобы она рой кормила других крупных муравьев там тоже такое есть также и у пчел есть сражение за трон среди королев так сказать ну и особи которые хитро выяваны это очень это прям реально очень интересно если вам интересно об этом очень много есть отдельных видео особенно муравьи я клянусь это очень увлекательно узнать все больше и больше про муравьев органом нежели чем-то бьев и термитов королевы являются скорее репродуктивным органом нежели чем-то большим и опасным однако некоторые виды например медоносные пчелы убивают свою королеву причины могут быть разными например неадекватное поведение матки ее старость рождение новой королевы или даже элементарное желание рабочих самок откладывать свои собственные яйца тут уже пролетарии всего улья объединяются кстати в world of warcraft как раз есть один такой пример не без помощи игроков но все же тут видов разумных чтоб вы понимали как живет себе самка в уле у нее есть гарем и струтней она сидит себе чилит со своим личным гарем она можно сказать буквально султан в своем улье у нее там куча мужиков трудней она ее кормят поят а она просто рожает и трахается как бы вообще вообще лакшери естественно и представь работяги самки осы пчелы да там хотят работают пашут пашут по многу естественно они тоже хотят такой хорошей жизни как у королевы членистоногих целых три и у каждого из них свои подземные колонии и царства первые известны всем с третьего варкрафта нерубианцы и нет это не юниты нежити те являются некри арахнидами как их глава ану барак их когда-то убил и воскресил король лично зул а живые нерубы ушли глубоко в свои хорошие хорошо начинаешь прям хорошо не зря есть даже фраза во имя нерзула ух варкрафта очень богатая история хоть и варкрафт скатился в полное говно но история богатая по крайней мере я уважаю первые редакции и авторов которые работали поначалу сейчас я даже не хочу вдаваться не трогайте меня нахуй и не напоминаете когда-то убил и воскресил король лично зул а живые нерубы ушли глубоко в свои тоннели помимо стандартных рабочих воинов и монархов у нерубов есть также свои маги жрецы и аристократия и на самом деле это вводит меня в дикий ступор так как у реальных арахнидов никогда не было системы ульев видимо наличие разума приводит к такой системе каст также в вове показали других разумных инсектоидов киражей и их полудиких родичей селитидов их создал местный древний бог ктун выведя из древней расы акиров эдаких ктулхуподобных инсектоидов иерархия данных жукисов мало чем отличается от нерубской оно и неудивительно ведь в далеком прошлом киражи нерубы и еще кое-кто были одним народом и жили они в мире пока народ огня не развязал так стоп это не тот фандом между арахнидами произошел раскол и они разбежались кто куда как тараканы нерубы на север киражи на запад а на юг третья раса богомолы пускай про них есть отдельный ролик на канале но я повторю они появились в дополнении туманы пандарии являясь типичным роем есть рабочие богомолы местные избранные запечатанные в янтарь до той поры пока их не призовут в ответственный момент как раз такой случай произошел когда их императрица сошла с ума одержимая злым духом ша и повела рой раньше времени на свою гибель в связи с этим совет старших богомолов вынес ей смертельный приговор не побрезгуя даже помощи игроков правда этот же совет пришлось в конце концов вырезать но это уже совсем другая история но не думайте что подобные существа есть только в космооперах и фэнтези они даже изобрели в жанр постапокалипсиса в игре кенши рой это одна из местных рас чьи представители гуманоиды отдаленно напоминающие насекомых в реальности все гораздо сложнее это скорее генно-модифицированные люди приспособленные к новым более агрессивным условиям вроде кислотных дождей и скудных источников пищи если тут есть лороведы кенши можете меня поправить в комментариях они держатся колонией со своей системой касты и обладают коллективным разумом но в то же время королева в игре одна и живет в южном улье абсолютно враждебной для всех территории северные же колонии управляются принцами и гораздо охотнее идут на контакт с другими расами правда когда дело доходит до торговли они становятся буквально как назойливые мохи если же особь изгоняют из улья отшельник чаще всего теряет смысл жизни но бывают и исключения в частности когда им управляет игрок вот мы и дошли до нашего традиционного финала японской энциклопедии девушек монстров кто же там является руем ну так то есть муравьи пчелы шельфи но я припас их на другой раз а сегодня мы рассмотрим кое-кого другого а именно дьявольских жуков энциклопедии эти монстродевы предпочитают темные сырые места и помимо обитания в пещерах и тому подобных местах часто пробираются незамеченными на склады и в человеческие жилища живут под полом на чердаке и так далее предполагается что их тела примерно соответствуют размерам человеческой ну какой сука нормальный человек мечтает трахнуть таракана девушки однако говорят хотя да я который сказал что чеширский кот в принципе это хорошо председатель тела примерно соответствует размерам человеческой девушки однако говорят что они способны проникать даже в небольшие дома и поселяться там где человек не подозревает их существование эти тракашки достаточно разумны чтобы языком однако их поведение практически полностью направляется инстинктами такими как голод и похоть для них главное чего-нибудь похавать или найти себе человека в качестве самца они чувствуют запах человеческих мужчин и их маны а их тело всегда пылает от жара страсти как только они замечают человека их взгляд зацикливается только на нем их разгоряченное тело будет более чем готова к сами понимаете чему и они стремительно набросятся на человека они живут группой и говорят если есть один дьявольский жучок то где-то неподалеку их будет здесь много ну не зря же не тараканы поэтому как только особь поймавшая мужчину начнет с ним любоваться вскоре могут появиться множество других ее сородичей и мужчина окажется окружен всеми этими чрезвычайно возбужденными монстр девами даже если в доме нет мужчины им достаточно учует едва уловимый запах человека чтобы впасть в состояние хорги а если мужика рядом нет то девушки будут заниматься помощью друг дружке также их привлекает стойкий запах пота грязи и прочего поэтому чем грязнее обстановка в доме тем легче им там поселиться так что если вы не хотите подвергаться их нападению хорошо чувак который это нарисовал гений мне нравится это хорошо держать свое тело и комнату в чистоте а ну нафиг что как вам такие альтушки для скуфа лично я считаю что лучше уж такие таракашки чем те что в аниме ты реформировал ой бля сука ты хорош а ты блять а ты хорош не ну кому-то и такое понравится но ты хоть бля какой же высококультурный эльф я считаю что лучше как будто не один десяток лет прожил уж такие таракашки чем те что в аниме ты реформирование ну чтож такие у нас виды странных жуки сов их колоний но это только насекомые если вы хотите узнать о том насколько широко разрослось направление роя заглядывайте на наш бусти где размещают дополнительные материалы не вошедшие видео вас там ждут рой зомби демонов кто ней да не альф красава это действительно познавательно и интересно чего-то узнать такого помимо того что это подкрепляется еще энциклопедии девушек монстров так еще тебе и прям расскажут покажет все самое интересное и важно вообще в принципе про монстряк про насекомых там про монстриков по готовой будет речь и как она у нас там или иначе в мифологии что же ребята всем спасибо за просмотр подписывайтесь кто не подписан и увидимся в следующем видеоролике всем пока пока